вот так стояла я на этой площади 20 лет назад и мне не верилось что это настоящий город я думала это декорация декорация для какого-то фильма девчонкой после 3 курса я приехала сюда в мюнстер и когда прошлась принцип альмаркт я ущипнула себя думала а может быть мне это приснилось но это был не сон это была явь вот так я оказалась в одном из самых красивых городов германии мюнстер в северной Рейн-Вестфалии слышите как звонят колокола в мюнстере говорят так если здесь звонят колокола и идет дождь то значит это воскресенье но сегодня звонят колокола и светит солнце значит не воскресенье колокола конечно сегодня громко звонят потому что это первый рождественский день 25 декабря прекрасная погода и на самом деле я удивилась что сегодня так много людей на улицах не ожидала этого но видимо мюнстеране которые все-таки являются такими искренными католиками они сегодня все сходили на службу на праздничную и вот сейчас гуляют по городу вот и я выбралась погулять в первый рождественский день покажу вам этот прекрасный город под звон колоколов я марина бартель гид в кельне и ближайших окрестностях провожу экскурсии также здесь в этом городе мюнстер и теперь показываете красоты здесь на этом youtube канале чтобы ничего не пропустить подпишись поставь колокольчик и заходи почаще про мюнстер говорят либо здесь звонят колокола либо идет дождь если и то и другое происходит в один день то значит это воскресенье а еще про мюнстер говорят это город двух к к и к к к к кирхен по немецки церкви и к к найпан по-немецки пивнушки 90 церквей находится в мюнстере и примерно 900 к найпан то есть пивнушек ну и вообще разных кафешек из-за чего город и получил такое прозвище к он к город церквей и город пивнушек а сейчас мы стоим с вами на площади которые в общем то можно сказать главная площадь встреч для всех мюнстеранцев мюнстеровцев для жителей города мюнстера здесь на этой площади каждую среду и пятницу проводится рынок они приходят сюда купить свежих овощей мясо рыбы но конечно же это главным образом место для общения встреч ну и те кто ходит на службу несомненно приходят сюда на службу в главный собор города мюнстер дом собор петра и павла по преданию говорят что именно здесь на этом возвышении и был основан первый город то есть первое поселение на этом месте было это во времена карла великого о карле великом обязательно как-то с вами поговорим он в регионе здесь очень много наследил можно сказать да вот и сюда он прислал люит герой это был проповедник который на этом месте на возвышении основал поселение возвышение давайте оглядимся какое возвышение это самое высокое место мюнстера 6 метров над уровнем моря то есть мюнстер очень плоский что и отвечает за ту особенность что здесь очень много велосипедистов но об этом немножечко позже мими гернафорд был основан как монастырь и здесь на этом месте был основан первый монастырь и потом мими гернафорд стало название монастыри ум сегодняшний мюнстер так объясняется название города собор же выглядит свежим и светлым я думаю вы сами знаете почему давайте об этом другом месте конечно когда 20 лет назад я приехала сюда я не знала всего этого и на самом деле многое в мюнстере я узнала уже в свое время деятельности как гида и когда я здесь жила я не знала конечно что это когда-то были епископские все жилище например здесь или вот напротив посмотрите какой шикарный дворец а да а вообще конечно это был город епископа и поэтому жилось им здесь как видите очень даже неплохо в какой-то момент мюнстер принадлежал даже епископству кельнскому и как уже и упоминала был католическим таким и остался хотя в 16 веке были попытки чтобы город этот из католического стал не то чтобы протестантским здесь вообще было одно очень интересное такое явление так называемая коммуна но давайте об этом поподробнее немножечко позже пойдемте просто посмотрим какие уютные улицы этого города церквей в мюнстере как и говорил его уже много можно показать вот эту церковь да это церковь которая по-немецки называется überwasserkirche дословно если переводить церковь над водой или церковь за водой за какой водой вот речушка а мы переходим по мосту через эту речушку эта река а дает название озеру любимое место для встречи всех жителей мюнстера и тех что катаются на яхтах и просто студентов а название этому озеру азы дает вот эта река а так вот мы заходим за реку и получается за этой рекой был основан монастырь женский лип фраун кирхи по-другому она называется то есть посвящена любимой нашей деве марии вот и церковь это уже совсем в другом стиле дом собор домский это романика и потом в общем-то готика а эта церковь чисто в готическом стиле есть у нее такая одна странность посмотрите башня как и у французских церквей как будто бы обрубленная но здесь немного другая история если французские готические церкви их просто строили намного раньше и поэтому в общем-то не достроили эти башни то здесь в 16 веке башню снесли это как раз было время перекрестителей которые захватили город и устроили здесь коммуну попробуем заглянуть внутрь церкви там во время рождества всегда очень красивая инсталляция о нет первый рождественский день конечно чего я ожидала конечно идет служба в католическом мюнстере и внутрь нам придется с вами зайти в другой раз как-нибудь вернемся в мюнстер это же мой любимый город поэтому я люблю здесь бывать и хотя это 200 километров от кельна периодически приезжаю сюда пойдемте в мое второе любимое место я вам уже сказала что принцип альмаркта это место с которого началось мое знакомство с городом я приехала сюда в мюнстер на автобусе да тогда летать на самолетах было очень дорого и первая моя поездка в мюнстер была очень долгой 48 часов на автобусе и вот я в мюнстере меня поселили в общагу я приехала сюда на подработку по программе job and travel и поселившись в общаге я приехала и первая увидела принцип альмаркта так произошло мое знакомство с этим городом а затем я оказалась в главном дворце шлосс так и называется сегодня тоже это здание хотя это сейчас главное управление университета как я попала в шлосс и что вам делала покажу уже на месте и вот я оказалась во дворце что я там делала приехала я сюда как и сказала вам по программе job and travel то есть я приехала студенткой на летнюю студенческую подработку и подрабатывала я в компании клининговой то есть я была прислана на этот объект чтобы убираться и что вам сказать внутри дворца я не увидела ничего примечательного и и вот я оказалась внутри этого красивого здания и теперь я вам говорю там внутри нет ничего примечательного как такое может быть мюнстр войну был очень сильно разрушен и от этого дворца остался лишь только фасад долго думали что с этим делать вообще думали даже снести но в конце концов отдали университету поэтому здесь сидит директор ректор проректор на в общем все управление университета и есть даже некоторые лекционные зала то есть внутри находятся обычные бюро и лекционные залы да есть один зал такая аула для проведения мероприятий но в остальном внутри все по деловому все чисто чинно как в обычном офисном здании то есть этот фасад это всего лишь только фасад восстановленный после войны ну а дворец с дворцом вообще конечно интересная история дело в том что дворец странно что вообще в мюнстре есть дворец здесь никогда не было короля или какого-то графа или герцога и тем не менее здесь есть дворец да был архиепископ но архиепископ он вообще не жил практически никогда в мюнстре и тем не менее мюнстеране можно сказать заставили одного из епископов построить дворец дворец строили долго в итоге никакой епископ здесь не жил здесь некоторое время французское правительство жило когда мюнстер был французским здесь прусское правительство тоже в общем-то в этом дворце нашло для себя местечко но таким местом правления дворец стал именно во времена университета когда он стал главным университетским зданием зато дворца посмотрите какая шикарная панорама с левой стороны это церковь в которой мы только что пытались с вами зайти и выбер васер кирхи а с правой стороны дом главный собор мюнстера а за ним прячется третья церковь то есть с одной точки мы уже видим с вами три церкви церковь которая находится за домским собором с готическим высоким шпилем ничего вам не напоминает ну к примеру кельнский собор следующее что бросилось мне в глаза в мюнстере когда я приехала сюда первый раз то что здесь очень много велосипедов но этому способствует многое в городе это город как я вам уже и говорила плоский единственное возвышение это то место где стоит главный собор на высоте аж целых 6 метров над уровнем море город относительно небольшой 300 тысяч населения сегодняшнего мюнстра то есть он в три раза меньше кельна и передвигаться на велосипеде здесь очень удобно и кроме того здесь созданы все условия для этого вот сейчас мы идем с вами по так называемому велосипедному автобану да да вы не ослышались в мюнстре есть автобан для велосипедистов да здесь очень много велосипедов говорят что на одного жителя мюнстера приходится целые два велосипеда а дети начинают здесь сначала ездить на велосипеде а лишь потом учатся ходить и вообще в мюнстре говорят отдал велосипед взял велосипед в общем много присказок связанных с велосипедом потому что велосипед здесь главное средство передвижения, и таковым оно, кстати, случайно стало и для меня в мой первый год приезда. Мне повезло, не повезло моему соседу в общаге, он сломал руку, и велосипед оказался ему не нужен. Он мне предложил пользоваться этим велосипедом все время, пока я живу в Мюнстере летом. Ну, я, конечно же, не отказалась. Конечно, я очень много набила себе шишек, потому что пару раз полетела очень сильно с этого велосипеда, но я так быстро научилась передвигаться по городу, что автобусы и общественный транспорт стали для меня просто no-goats. Я перестала ими пользоваться, потому что велосипед, на самом деле, это самое удобное средство передвижения здесь в городе. И посмотрите, ну, сегодня автобан, конечно, пустоват, потому что выходной, обычно здесь идет поток велосипедов, и выйти на центральную часть, где я только что стояла, это просто жизнеопасно, на самом деле. Велосипедный автобан возник здесь не на пустом месте. Здесь раньше была средневековая стена. Смотрите, осталась одна лишь только башня. Мюнстер был, как и все города средневековые, окружен стеной. Стена его защищала от врага. В какой-то момент тоже от архиепископа. Но стену снесли, осталось лишь только пару башен, как вот эта. Высадили здесь деревья, и стала вот такая вот дорога, в том числе и для велосипедистов. Вы помните, что я говорила, что город Мюнстер – это город двух К. К Кирхен и К Кнайпен. Кирхен и Кнайпен. Ну, пару Кирхен церквей мы видели уже. А это район Кнайпен, район пивнушек и кафешек. Здесь они одна на другой. Это такой студенческий тоже квартал. Конечно, они не в одном квартале. Собрались вообще по городу, они везде разбросаны. Но здесь они очень плотно сконцентрированы. Вокруг местной пивной Пинкус-Мюллер. Посмотрите, это все заведение. Понятно, что сейчас все закрыто. И 25 декабря, и карантин, в общем-то, все вместе. Но если посмотреть на двери, на надписи, здесь вот видно такие красивые тоже вывески. Все это кафешки. И вот это такая, можно сказать, институцион. Такое традиционное место в Мюнстере под названием Пинкус. Пинкус-Мюллер – это знаменитая мюнстровская пивная, которая варит свое пиво. И не один сорт, а сразу несколько. В общем, это такое знаменитое культовое место. И здание старинное, 16 века внутри, очень уютно. И пиво можно только порекомендовать. Так что будете в Мюнстере, берите на заметку. Посмотрите, снова церковь, уже другая. Это иезуитская бывшая церковь. А за ней та башенка, которую мы видели только что с велосипедного автобана. В городе много уютных площадей. Такая, как вот эта, площадь у Коробейника. По-немецки Kippenkerl зовут этого парня, у которого на спине короб. Он идет из деревни в деревню, приносит продукты, приносит с собой и новости. И площадь вот этого Коробейника очень уютная. Здесь сразу два знаменитых мюнстеровских ресторана, которые предлагают, конечно же, и местные мюнстерские или мюнстеранские блюда, такие как мюнстериша тетхен. Это типа гулеша, но не из мяса, а там мясо и смешанное со внутренностями. То есть, если, конечно, вы не едите животных и внутренности, конечно, это не для вас. Но мюнстерская кухня, как и кухня вообще всего региона, да и всей Германии, эта кухня очень простая, сытная, калорийная. В общем, как почти везде по Германии. Еще мюнстер город Аркад. Вот эти торговые аркады здесь, кстати, торговали уже давно, с 12 века. Это были здесь торговые ряды, но такие шикарные дома, конечно, построили позже уже, в 16-17 век. Очень здорово здесь гулять, конечно, когда дождь. А я уже говорила, дождь бывает здесь часто. Можно спрятаться в этих аркадах, ну и поглазеть есть, конечно же, на что. Шпиль этой церкви издалека показывала вам от дворца, и спросила вас еще, не напоминает ли вам чего-то этот шпиль, например, Кёльнский собор. Шпиль действительно напоминает Кёльнский собор, потому что этот шпиль в 19 веке строил тот же архитектор, который достраивал Кёльнский собор, Цвирнер. Поэтому, в общем-то, и похоже, эта церковь чем-то на Кёльнский собор. Она старая, тоже средневековая, построенная, правда, не епископом, а горожанами. Горожане построили ее как свою церковь, и епископ не распространялась его власть на эту церковь. В церкви, в этой святого ламбертии, есть несколько особенностей. Одна из особенностей – это присмотритесь на башни. Наверху есть три клетки. Да, они сейчас пусты, но в 16 веке, в 1535 году, там было три тела, трех казненных людей. Среди них был Ян Лейдновский. Ян Лейдновский основал ту самую коммуну, которую уже пару раз упоминал. И вот на этом месте давайте я вам расскажу, что это за коммуна такая была. Итак, что же это за коммуна была такая? Упоминала ее уже пару раз. Это был очень интересный феномен, который только в Мюнстере, на самом деле, в 16 веке и случился. Дело в том, что когда после реформации Мартин Лютер, которую сделал, начался раскол церкви, и начали появляться, ну, сейчас мы скажем с вами, очень много сект. И вот одна такая секта появилась и здесь, в городе Мюнстер. Ну, тогда, конечно, понятия такого не было, что это секта. Они назвали себя перекрестителями или анабаптистами и утверждали, что именно они несут правильное слово Божье. И именно сюда, в Мюнстер, придет мессия, будет второе пришествие Христа. Город Мюнстер они назвали Новым Ярусалимом. Расположились здесь местные власти. Они убедили в том, что они намного круче. Ну, Ян Лейдновский, видимо, обладал определенной харизмой. И парень, которому было 23 года, смог убедить городской совет в том, что сюда будет второе пришествие и что нужно здесь устроить коммуну. И здесь реально была коммуна. То есть люди пришли и сдали все свое имущество царю. Царем и объявил себя Ян Лейдновский. И жили в этой коммуне. Епископа из города выгнали. И положение было, на самом деле, очень серьезное, потому что епископ не собирался отдавать город. И полтора года он пытался его вернуть обратно. И в конце концов город он, конечно же, вернул. Ян Лейдновского арестовали, как и его двух помощников. Это были люди, кстати, из городского совета. Их казнили, а их тела расположили в тех самых клетках, чтобы больше никому не повадно было здесь делать какие-то такие же коммуны. И вот так здесь окончательно установился католицизм. И здесь, в Мюнстере, католицизм стал главным. То есть протестанты не смогли здесь укорениться. Хотя уже в соседних городах, таких как Оснобрюк, протестантская церковь стала важнее. И города стали вокруг протестантскими. Посмотрите, какие красивые фасады. Да, они восстановлены после войны. Принципальмаркт, как и многие районы города, был разрушен. Но с какой любовью жители восстановили город после войны. И прежняя красота его видна очень хорошо на этой площади. И, наверное, не зря я влюбилась в этот город. И он стал просто one love. Это моя первая любовь к Германии. И таковым он и останется. А сейчас я с удовольствием показываю его своим гостям. И вожу экскурсии тоже по этому городу. Так что, если вы захотели познакомиться с Мюнстром поближе, контакты внизу под этим видео. Конечно, в этой маленькой прогулке, моей личной прогулке по Мюнстеру, я не могу уместить всего. Но вы можете заказать у меня экскурсию. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!